Эй, в последнее время ты выглядела подавленной. Что-то происходит? Когда я стала лидером группы, начала чувствовать неуверенность во всем. Когда меня избрали лидером группы, я знала, что мне нужна выдержка. Я должна уметь понять и решить любые проблемы в группе. Я волнуюсь, что скажу что-то не то. Когда приходится говорить, притворяюсь, что знаю, что происходит, когда запуталась. Боюсь, что люди скажут, что я не справляюсь и не могу решать проблемы. Так что теперь в жизни проблем возникает всё больше и больше. А я не в лучшем состоянии, даже не знаю, что делать. Знаешь, не так давно я была точно в такой же ситуации. В начале этого года меня выбрали лидером группы Полива. Я должна была отвечать за работу нескольких таких групп. В то время я думала, что избрание на эту должность означает, что я должна обладать определенным уровнем и способностями. Что я опережаю других в своем понимании истины и вхождении в жизнь. Мне казалось, что нужно вооружиться истиной и вложить всю душу в исполнение долга, чтобы все люди увидели, что я способна выполнять этот долг. Поначалу эта работа была непривычной для меня. И столкнувшись с чем-то новым, я спрашивала об этом лидера или братьев и сестер. Я полагала, что раз уж исполнять этот долг мне в новинку, то все поймут, что есть нечто, чего я не знаю. А если я буду больше искать, это поможет мне развиваться быстрее. Тогда я произведу хорошее впечатление на всех, и они решат, что я молодец. Но я продолжала сталкиваться со множеством проблем, а впоследствии не решалась спросить. К тому времени я уже довольно долго выполняла этот долг. Что бы обо мне подумали, задавая я много вопросов. А вдруг все решили бы, что мой уровень низковат, я не могу решать даже простые проблемы и не могу быть лидером группы. Поэтому, когда после этого у меня возникали проблемы, я постоянно думала о том, стоит ли мне спрашивать других, задавать ли вопросы. Я переживала, что мои рассуждения глупые. Если мне казалось, что проблема не сложна, я не спрашивала, пыталась разобраться сама. И так проблем накапливалось все больше, и многие из них не были решены вовремя. Это усугубляло мое беспокойство. Вдруг все решат, что я не гожусь на роль лидера. Во время собраний, особенно с лидером, беседуя о Божьих словах, я постоянно переживала, практична ли моя беседа, ясно ли мое понимание. Выступив, я отмечала реакцию каждого. И если кто-то продолжал тему, исходя из того, что сказала я, это означало, что моя беседа задела заживое, что в ней был свет, что я ясно понимаю Божьи слова и могу выполнять свой долг. Но если по окончании моей беседы реакции не было, я чувствовала себя ужасно. Через некоторое время исполнение долга меня утомило. Я постоянно была в напряжении и не могла расслабиться. Мне хотелось хорошо выполнять свой долг, но я всегда была как на иголках и ничему не училась. Я забыла о своем первоначальном намерении. Да. Постоянно притворяться – это выматывает. Да. А как в итоге ты выбралась из этого? Я предстала пред Богом в молитве и поиске и прочла отрывок из Его слов. Я его прочту. Хорошо. Бог говорит, люди сами по себе объекты творения. Могут ли объекты творения достигнуть всемогущества? Могут ли они добиться совершенства и безупречности? Могут ли они достичь мастерства во всем? Могут ли понять все и могут ли совершить все? Не могут. Однако у людей есть слабость. Стоит им освоить какой-нибудь навык или профессию, люди начинают думать, что они одаренные, что обладают статусом и значением, что они профессионалы. Но сколь умелыми они бы себя не считали, все они хотят хорошо подать себя, замаскироваться под благородных персон и выглядеть совершенными и безупречными. В глазах других они хотят казаться великими, сильными, умелыми и способными на все. Некоторые, когда их просят сделать что-то, говорят, что они знают, как это делать, хотя на самом деле не знают. Затем они втайне от всех ищут информацию, как это делать. Но даже и после изучения они не понимают, как это делать. Когда их спрашивают, как у них идут дела, они притворяются, скрывая свои недостатки и слабости и говорят, что скоро закончат. Что это за характер? Это высокомерие и отсутствие разума. Они не хотят быть обычными людьми, нормальными людьми и простыми смертными. Они хотят быть сверхчеловеками или людьми с особыми способностями или особой силой. Это огромная проблема. Они скрывают слабости, недостатки, невежество, глупость и непонимание, присущие нормальной человечности, чтобы другие не видели, и продолжают маскироваться. Такие люди постоянно словно витают в облаках. Не правда ли? Разве они не мечтатели? Они не знают, кто они сами такие. Не знают они так же, как жить нормальной человечностью. Они никогда не поступали, как практичные люди. Если люди выбирают такое поведение, будто они всегда витают в облаках и хотят летать, а не ходить по земле, то будут проблемы, ибо ты выбрал отнюдь неверный жизненный путь. Аминь. Обдумав это, я немного разобралась в своем состоянии. Я слишком высоко мнила о себе. Мне казалось, раз меня избрали лидером группы, у меня есть определенный уровень и способностей к работе. Когда я так на себя посмотрела, мне стало не все равно, что обо мне думают люди, и захотелось как можно скорее доказать, что я справлюсь с этой задачей. Поэтому, столкнувшись с новыми проблемами и трудностями, я просто никак не могла их озвучить. Но все время волновалась, что меня раскусят, скажут, что мне не хватает уровня, и я не справляюсь. Я начала надевать маску, хранить молчание и разбираться совсем самостоятельно. Так при выполнении долга многие проблемы не решались, а это влияло на скорость работы и мое состояние. Я потеряла ясность в рассуждениях и стала путаться в вещах, которые раньше понимала. Я постоянно сомневалась в своих беседах на собраниях, боясь, что люди меня осудят, если в них не будет пользы. Я чувствовала себя скованной на каждом шагу. Да. Я осознала, что вся вина лежит на мне. Я была так заносчива и неразумна и не могла признать свои недостатки. Я постоянно притворялась, чтобы меня ценили. Этот долг был моим шансом от Бога для моей самоподготовки. И это не означало, что я понимала истину или хорошо работала. У меня просто была незначительная способность воспринимать истину, но было много того, чего я не могла понять и с чем лично не сталкивалась. Во мне не было ничего особенного, но я слишком много возомнила о себе, притворяясь в возвышенной, понимающей истину. Я переоценила себя. И вот сейчас я твердо стою на ногах и задаю вопросы. И это единственный реалистичный и разумный путь практики. После нашей беседы я поняла, что не решаюсь высказать свое мнение, потому что защищаю свой имидж. Не хочу выглядеть неприглядно, поэтому притворяюсь. Я не задаю вопросов и притворяюсь, что понимаю, хотя это не так. Я не признаю и не искореняю свои недостатки. У меня совсем нет самосознания. А ты? Что ты делала, когда все это поняла? Я прочитала отрывок из Божьих слов и вооружилась ими. Я прочту его. Бог говорит, чтобы решить любую проблему, ты должен искать истину, не маскироваться и не надевать фальшивую личину. Все твои недостатки, твои изъяны, все твои промахи, твой развращенный характер – будь открытым. Не держи это внутри себя. Но учиться открываться – это первый шаг ко вхождению в истину. И это первое и сложнейшее препятствие. Как только преодолеешь его, войти в истину будет легко. Сделать этот шаг означает, что ты открываешь свое сердце и показываешь все то, что у тебя есть. все хорошее и все плохое, позитивное и негативное. Обнажаешься перед другими и перед Богом, чтобы тебя могли увидеть. Ничего не прячешь от Бога, ничего не скрываешь, ничего не маскируешь. Свободен от лжи и хитрости и также открыт и честен с другими людьми. Так ты живешь во свете. Бог тебя исследует и другие люди увидят, что ты поступаешь, имея принцип и прозрачность. Тебе не нужно ничего скрывать, не нужно ничего менять или идти на уловки ради своей репутации, самоуважения и статуса. Это же относится и к твоим ошибкам. Такая бессмысленная работа не нужна. Если ты так не поступаешь, то будешь жить легко и полностью в свете. Только такие люди могут заслужить Божью похвалу. Аминь. Аминь. Размышления над этим помогли мне понять, что для выполнения своего долга без тревоги прежде всего нужно было научиться открыто говорить о своих недостатках. Я должна была быть честным человеком. Я увидела, что была развращена и не понимала истину. Поэтому я многого не понимала. Это было совершенно нормально. Не было нужды притворяться и скрывать что-то ради имиджа. Чтобы снизить напряжение, надо было отбросить гордость, открыться и искать, когда возникал любой вопрос. Тогда сердце мое просветлело, и я начала пытаться воплотить это в жизнь. Если я в чем-то не была уверена, то сразу спрашивала, а, делясь своим мнением, говорила, что думала и беседовала лишь о том, что знала. Применяя это на практике, я постепенно начала понимать то, чего не понимала и смогла найти и исправить ошибки в выполнении своего долга. я обрела понимание своих личных проблем. Я на своем опыте убедилась, что когда меня видят такой, как я есть, это хорошо. Это помогает понять принципы истины и узреть свои недостатки. Да. В этот момент я почувствовала себя намного свободней, и после этого смогла нормально выполнять свой долг. Слава Богу. Да. Спокойно воспринимать свои недостатки – это шанс для роста. И вместе выполняя свой долг, мы все учимся друг у друга. Говоря о своих недостатках, мы можем помочь друг другу. Я понимаю, что это хорошо. Да. Вскоре группы, которые я вела, стали преуспевать в церковной жизни. А братья и сестры шли ко мне побеседовать о своих проблемах. Но я неосознанно снова стала думать о том, что обо мне думают люди. Однажды на встрече соработников лидер поинтересовалась нашим мнением о некоторых проблемах в церкви. Тут я подумала, здесь так много братьев и сестер. Если я смогу предложить уникальные идеи, это покажет, какая я способная. Но после долгих раздумий идея не появилась. И как раз тогда лидер спросила меня, что я думаю? Я долго заикалась, а потом просто внесла сомнительное предложение. Вскоре после этого две другие сестры поделились своими мыслями. Они были противоположны моим. Сказанное ими было очень хорошо аргументировано, и лидер согласилась с ними. Я мгновенно почувствовала себя неловко, подумав, что выставила себя в нехорошем свете. Что подумает лидер? Вдруг она решит, что я не понимаю простых вещей, что я не возросла. Через несколько дней уже в моих группах возникли кое-какие проблемы. Я не понимала их, и нужно было обратиться за помощью. Но я сомневалась, если я задам все эти вопросы, не разрушит ли это тот хороший имидж, что я себе создала? Но я знала, что нерешенные проблемы будут нам мешать. Поэтому придумала временную стратегию. Я разделю свои вопросы и задам их разным людям. Так мои проблемы будут решены, и никто не подумает, что я задаю слишком много вопросов. Пока я таким образом маскировалась, мое состояние все больше ухудшалось, мышление мое затуманивалось, я стала испытывать трудности во многих вещах. Тогда я задумалась и увидела, что раз у меня нет той проницательности, которой я обладала раньше, то проблема, видимо, в моем состоянии. Поэтому я помолилась Богу. «Боже, у меня определенно есть проблемы, но я не решаюсь быть честной и открыто говорить об этом. Я хочу действовать с размахом. Почему трудно спросить, когда не понимаешь? У меня язык не поворачивается, а выполнение долга начинает утомлять. Прошу, помоги мне осознать свою извращенность и измениться». После этого я прочла пару отрывков из Божьих слов, которые отлично раскрыли мое состояние. Посмотрим видео с ними. Да. Притворяться. «Задействовано зло и коварство. Оно презренно для других людей и презренно для Бога. Если ты не стараешься притворяться или оправдываться, все скажут, что ты честен и мудр. Что же делает тебя мудрым? Все порой совершают ошибки. У каждого есть свои недостатки и изъяны. И на самом деле у всех один и тот же развращенный характер. Не считай, будто ты благороднее, совершеннее и добрее других. Это совершенно неразумно. Как только тебе станут ясны развращенный характер, а также сущность и подлинное лицо развращенности человека, ты уже не будешь удивляться собственным ошибкам, как не станешь и закручивать гайки, когда ошибки совершает кто-то еще, а будешь правильно подходить как к тому, так и к другому. Только тогда ты станешь прозорливым и не будешь совершать глупостей, а это и сделает тебя мудрым. Те, кто не мудр, вечно зацикливаются на своих мелких ошибках, а за кулисами хитрят. Видеть это отвратительно, ведь на самом деле твои поступки тут же становятся очевидны другим, а ты все так же нагло притворяешься. Для других это словно клоунада, но не глупо ли? Очень глупо. У глупых людей мудрости нет вовсе. Сколько бы проповедей они не прослушали, все равно они не понимают истину и ничего не видят в истинном свете. Они вечно задирают нос, считают, будто они не такие, как все, будто они стоят большего, а это глупо. У глупых людей нет духовного понимания, верно? То, в чем ты глуп и лишен мудрости, это то, в чем у тебя нет духовного понимания, и ты не понимаешь в этом истину. Именно так. что это за характер, когда люди вечно представляют себя в выгодном свете, вечно приукрашивают себя, вечно притворяются, чтобы о них были высокого мнения и не видели их изъянов и недостатков, вечно пытаются предстать перед людьми самой лучшей, самой идеальной стороны. Это заносчивость, позерство, лицемерие. Это характер сатаны. Это нечто порочное. Взять, скажем, представителей сатанинского режима. Сколько бы они не устраивали нападок, не стравливали людей, не убивали тайком, сообщать об этом или разоблачать это никому не позволяется. Более того, они делают все возможное, чтобы это скрыть. На публике они всеми силами стараются обелить себя, говоря о том, как сильно они любят народ, какие они великие, славные и правильные. Это природа сатаны. Какова ярко выраженная черта этого аспекта сатанинской природы? Плутовство и обман. А в чем же цель этого плутовства и обмана? Вводить людей в заблуждение, не давать им увидеть свою сущность и подлинное лицо, тем самым достигая цели упрочить свое правление. У обычных людей может не быть такой власти и статуса, но они желают сделать так, чтобы другие были о них хорошего мнения, чтобы люди давали им высокую оценку и были о них высокого мнения. Вот что такое развращенный характер. Те, кто не признает этих вещей, никогда не упоминают о своих собственных изъянах, недостатках и развращенных состояниях и никогда не говорят о познании самих себя. А что они говорят? Я верю в Бога много лет. Вы не знаете, о чем я думаю, когда что-то делаю, что я принимаю во внимание, каковы мои склонности? Это заносчивый характер? Какова главная характеристика заносчивого характера? Какой цели они хотят добиться? Сделать так, чтобы люди о них были высокого мнения. Они добиваются высокого мнения о себе за тем, чтобы внушить людям мысль о своем статусе. Аминь. Аминь. Размышляя над Божьими словами, я поняла, что если сравнить притворство и плохие поступки, притворство хуже. Никто несовершенен, поэтому вполне нормально, что при исполнении долга возникают вопросы и совершаются ошибки. А вот за маской притворства скрывается сатанинский характер, заносчивый и злой. Желание постоянно скрывать свое несовершенство, показывая лишь свои достоинства, чтобы тебя уважали и восхищались тобой, это зло в глазах Бога. Истинно мудрый человек верно воспринимает свои недостатки и восполняет то, чего ему недостает. Это шанс вырасти духовно. Но глупые невежды, которым не хватает самосознания, не могут принять свои ошибки. они попросту притворяются, а это значит, что проблемы не решаются и в их жизни нет роста. Да. Вспоминая свое поведение, я поняла, что была глупа и заносчива, и Бог меня разоблачил. Когда я начала хорошо выполнять свой долг, мне показалось, что мне по силам быть лидером группы. я умела решать проблемы, поэтому превознеслась и много возомнила о себе. Поэтому, сталкиваясь с тем, с чем не могла справиться, я была осторожна, боясь, что скажу что-то не то и разрушу свой имидж. И я решила высказывать меньше мнений и задавать меньше вопросов. Когда же я искала помощи, то выбирала вопросы посложнее, чтобы показать свои способности и скрыть, где у меня трудности. Я даже вела свою игру, разделяя вопросы между людьми, чтобы меня не раскрыли. Я и вправду была заносчивой и коварной, лишенной самосознания, притворялась всевозможными способами, лишь бы добиться уважения людей. Я была такой глупой, вызывающей отвращение у Бога и людей. Я скрывала свои недостатки, чтобы защитить свой статус, а проблемы, связанные с долгом, оставались нерешенными. Я задерживала работу Дома Божьего. О чем я только думала? До чего же подлой я была? С помощью притворства я ненадолго могла бы удержаться на своей должности, но Бог наблюдает за всеми. И рано или поздно я была бы отсеяна Богом за то, что обманула Его, и за задержку церковной работы. Антихристы особенно дорожат статусом и ради статуса пожертвуют даже интересами Дома Божьего. Чем же мои характеры, взгляды на поиск отличались от антихристовых? Если подумать, какую пользу принесла мне эта должность? Из-за нее я утратила разум, не желая замечать свои недостатки. Сталкиваясь с проблемами, я не хотела искать, но притворялась и становилась все более коварной. В итоге я оказалась бы на пути антихриста и была бы отсеяна. Это повредило бы работе Дома Божьего и погубило бы меня. В тот момент я осознала, насколько опасно было идти таким путем. Я должна была изменить свое поведение. Да. Теперь совершенно понятно, что скрывать свои недостатки означает притворяться невероятно способной, чтобы заслужить уважение людей. это путь антихриста. Это задержало бы работу и я была бы отсеяна. Это нехороший путь. Да. Встав на путь практики, я прочла больше Божьих слов и это сделало меня более свободной. Я прочту их. Бог говорит, некоторых людей церковь выдвигает и воспитывает. Это отличный шанс. Бог возвысил и облагодетельствовал их. Так как же следует им исполнять свой долг? Первый принцип, которого они должны придерживаться, понимать истину. Когда они не понимают истину, то должны ее искать. А если они ее не поймут, пусть идут и спросят у кого-то. Надо учиться работать в гармонии с другими, больше спрашивать, больше искать. Только тогда они смогут верно решать проблемы во благо Божьим избранным и работе Божьей Церкви. Ведь ты находишься еще лишь на этапе выдвижения и воспитания. Не все тебе понятно. Так что не притворяйся, будто понимаешь, так поступать глупо. Если не понимаешь, спроси других, побеседуй с ними или обратись с вопросом к Вышнему. Во всем этом нет стыда. Даже если ты не задаешь вопросов, Вышнему известно, что ты ничто, что у тебя ничего нет. Тебе следует искать и общаться. Вот здравомыслие нормальной человеческой природы и принцип для лидеров и работников. В этом нет совершенно ничего постыдного. Если ты думаешь, что стыдно, будучи лидером, не понимать принцип и все время спрашивать у других и Вышнего, и если ты притворяешься, будто понимаешь, будто способен выполнять эту работу, будто ты хорош, и тебе не нужны от других людей указания и общения или обеспечения и поддержка, тогда это опасно. Рано или поздно тебя сместят, так как это расходится с условиями выдвижения и воспитания в Божьем доме. Ты считаешь себя способным, но ты должен осознать, что на самом деле ты не способен ни на что и находишься лишь на этапе обучения. Таким здравомыслием ты должен обладать. Поиск общение вот что тебе следует практиковать. Аминь. Я обдумала это и поняла, что Дом Божий поощряет людей, чтобы дать им возможность практиковать. Это не значит, что они понимают истину, способны решить все проблемы и пригодны для Бога. В своей практике они столкнутся со всевозможными проблемами, и если продолжат искать и беседовать, то постепенно начнут понимать различные аспекты принципов, а тогда смогут решать проблемы и хорошо выполнить свой долг. Я знала, что должна видеть свои недостатки и осознавать, кем я являюсь. Больше искать истину, больше беседовать с другими при возникновении проблем и отдавать все силы. И даже если выяснится, что я не обладаю нужным уровнем, что не справляюсь с задачей, моя совесть, по крайней мере, будет чиста. Да. Поняв все это, я почувствовала облегчение. Мне не нужно было притворяться и носить маску, нужно было быть честной и прямо смотреть в лицо своим недостаткам. После этого в дискуссиях нашей группы я старалась честно делиться своим мнением. Поначалу я немного колебалась, боясь, что скажу что-то не то и покажусь поверхностной и с низким уровнем. Когда возникали проблемы, а я не была уверена, то не могла ясно выразить свое мнение. Мое сердце начинало колотиться. Неужели все меня раскусят? Но я вспоминала, что я такова и есть и смотреть на меня свысока верно, что важно, так это быть честным человеком перед Богом. А выражать свои мысли и участвовать в дискуссиях это мой долг. Только так можно жить в мире с собой. Слава Богу! Когда после этого я не знала, как выполнять свой долг, я шла и спрашивала у других. Иногда я еще волновалась, что на меня посмотрят свысока, но подумав, что скрывая свои недостатки для защиты гордости, могу нанести вред работе Дома Божьего, постаралась отказаться от этого и обратиться за помощью. И сделав это, я стала понимать, чего не понимала раньше и почувствовала покой и умиротворение. Иногда братья и сестры понимали все лучше меня, и я спрашивала себя, не считают ли все меня ни на что не годны, но я смогла понять, что так думать неверно. Мы справляем свои слабости, учась у других. Разве это не дар? Дар. Думая об этом в таком ключе, я не волновалась и со временем начала чувствовать себя все более свободной. Я благодарна Богу за водительство. Я поняла, как приятно быть честной. И теперь я могу притворять в жизнь Божьи слова. Слава Богу. Теперь я знаю, что мне делать. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok